В начале этого года новая неожиданная находка, обнаруженная в древнем погибшем городе, стала для исследователей настоящим сюрпризом. Археологи, работающие в Помпеях, раскопали почти нетронутую четырехколесную церемониальную повозку. Колесница была найдена в двухуровневом портике, соединенном с конюшнями, возле богатой древнеримской виллы. Как сообщают авторы находки, колесница сохранилась в отличном состоянии и даже без реставрации ясно, насколько она была нарядной. Ранее на территории Италии никогда не находили подобных транспортных средств. Колесница имеет металлические и деревянные элементы, а также украшения из бронзы. Четырехколесная колесница декорирована оловом и бронзой и содержит следы подушек и веревок для гирлянд из цветов. Убранство также включает изображение персонажей античной мифологии, в частности, эроса, сатиров и нимф. Археологи считают, что колесницу использовали на торжествах и парадах, а также для перевозки невест в их новые дома. Обнаружение колесницы эксперты называют исключительным открытием, поскольку повозка сохранилась в прекрасном состоянии. До этого в Помпеях находили только колесницы, использовавшиеся в быту, например, для перевозки урожая. Раскопки на этом месте стали проводить после того, как там были обнаружены незаконные туннели черных копателей, имевшие длину более 80 метров. Сейчас работы ведутся совместно с прокуратурой, чтобы уберечь артефакты от злоумышленников. Как сказал министр культуры Италии Дарио Франческини на одной из пресс-конференций. Помпеи не перестают удивлять нас своими находками и продолжат удивлять еще долгие годы, учитывая, что 20 гектаров территории еще только предстоит раскопать. Если вспомнить, сколько мегалитов находится в Перу, то не устаешь удивляться отчаянно работоспособным инкам, которые в свое время, как утверждает официальная история, построили все это великолепие под названиями Алинтайтамба, Куска, Саксайуаман и прочие менее известные мегалитические сооружения с полигональной кладкой. И когда только инки успевали это делать, учитывая, что еще нужно было кормить лоботряса правителя со свитой и самих себя с семьями. Но об этом ученые предпочитают скромно умалчивать. Долина Вилькабамба. Здесь находится археологический памятник, носящий название Виткас. Это место было одним из последних прибежищ, бежавшего после поражений от испанских конкистадоров правителя инков. Здесь же находится загадочный камень Юрак-Руми или белый камень, обнаруженный первооткрывателем Мачу-Пикчу Хайрамом Бенгемом. Как считают историки, в Белой скале инками был вырублен сложный комплекс, состоящий из рядов прямоугольных сидений, десятков выступающих камней квадратной формы, а также уплощенная вершина с платформами по бокам и искусственно расширенные трещины, которые, вероятно, предназначались для того, чтобы по ним текла кровь, принесенных в жертву лам. Вот что об этой местности и об этих древних сооружениях написано в Википедии. Бежав от испанских конкистадоров сначала в Куско, затем в Алинтай Тамба. Манка-Инка, последний правитель инков, поселился в местности, известной как Вилькабамба, заросшей густыми лесами и труднодоступной для завоевателей. По одной из гипотез, поскольку жаркий и влажный климат Вилькабамбы был некомфортным для инки и его двора, привыкшего к горному прохладному сухому воздуху. Тот приказал начать сооружение нового города Виткас. Но такая версия кажется очень странной. То есть правителя уже почти выгнали из своей же страны, а он вместо того, чтобы собирать войска и обороняться, начинает строить новый город. Хотя рядом есть укрепленный Куско, куда захватчикам не так-то и просто будет забраться, если на тебя сверху сыпется град стрел. Хотя вряд ли бы конкистадоры вообще туда полезли, а просто дождались, когда бы инка сам сдался. Но он начинает строить город, скажем так, в военное время. По-моему, это просто бред. Но есть и другая версия историков. Согласно этой гипотезе, прежний правитель Пачакути, построивший Мачу-Пикчу, также построил и Виткас, как свой летний дворец, который манка-инка использовал во время своего бегства. Последняя гипотеза представляется уже более правдоподобной. Пусть будет так. Но зачем строить такое сложное архитектурное сооружение? Вот, к примеру, зачем эта лестница, которая никуда не ведет. Да и выступы явно созданы не для красоты. А рядом ведь еще разбросаны какие-то каменные кресла. Тут, кстати, удивительным образом со своим описанием этой местности вклинился католический священник и хронист Перу и Боливии Антонио Дала-Каланчо. Вот что он пишет. В этом месте находился храм Солнца, а внутри него был белый камень над водным источником. Здесь появлялся дьявол. Главный дьявол скрывался внутри белого камня под названием Юрак Руми, который находился в храме Солнца. Дьявол отвечал из белого камня, и несколько раз его можно было увидеть. Ну и как вам такое? Вроде похоже на очередной бред. Зачем инкам поклоняться дьяволу? Ведь у них были другие боги. Тем не менее, американский археолог Хайрам Бингем, тот, который открыл Мачу-Пикчу, писал в своем отчете американскому обществу любителей древностей, что увидев Юрак Руми, они сразу же получили сильные впечатления и пришли к убеждению, что это действительно было священное место, центр идолопоклонства в более поздний период правления инков. И это Бингем писал уже в 1911 году, когда только-только обнаружил эту местность. А ведь видно, что здесь представлены следы не только цивилизации инков, которые что-то там пытались достраивать своими камешками на известковом растворе, стараясь дополнить сооружение более древней цивилизации, которая вырубала все эти прямоугольные ниши из монолитных камней, как будто резала пластилин. И эта разница технологий видна невооруженным взглядом. В общем, на сегодняшний день это место остается еще одной неразгаданной тайной. Этот загадочный камень, который называется Вафельным из-за своего странного рельефного рисунка, находится в штате Западная Вирджиния, США, недалеко от реки Потамак. Некогда он был священным камнем индейцев, причем возраст скалы, на которой нанесен странный рельефный рисунок, оценивается в 300 миллионов лет. Вафельный камень очень популярен в США среди туристов и исследователей, которые спорят о том, как именно появился этот загадочный выпуклый узор с правильными линиями. Рисунок на камне не случайно вызывает такой интерес. Одна сторона камня ровная, словно ее спилили гигантской пилой, и на этой поверхности четко видно множество линий, часть из которых параллельно друг другу, а часть пересекается под углом. По сути, получилась своеобразная сетка с треугольными ячейками, которая как бы выступает из поверхности камня. Рисунок рельефный, внутренняя поверхность ячеек словно выдолблена. Сомнения ученых в природном происхождении отпечатка вызывают слишком гладкая поверхность и наличие параллельных линий. Но что стало причиной появления такого оригинального орнамента? Ответ до сих пор не найден. Находка необычного камня, была впервые обнародована в 1984 году. На самом же деле загадочный камень был найден людьми задолго до того времени, когда им всерьез заинтересовались исследователи, уфологи и геологи всего мира. В 1930 году этот район был занят военными специалистами, которые возводили дамбу на реке Потамак. Рядом располагалась деревня, которой сейчас уже не существует. Во время строительства дамбы и была обнаружена эта каменная глыба, которую было решено перевести на другое место. Однако существует свидетельство, что камень был найден еще до строительства плотины семьей лесоруба, который жил и работал в тех местах. В настоящий момент существует несколько теорий происхождения вафельного камня. Первый научный трактат на основании проведенного исследования и анализа структуры камня, проведенного полковником Мартином Олшем, указывал на природное происхождение рисунка. По мнению ученого, в процессе образования гора Палачи, возраст которых насчитывает более 300 миллионов лет, песок смешивался с ракушками, моллюсками и рачками, которые со временем срастались между собой и образовывали каменные глыбы. Впоследствии песок в промежутках складок осыпался и образовался рисунок. Между тем, возникло еще несколько теорий относительно образования вафельного камня. Возможно, линии, начертанные на камне, являются посланием древней цивилизации или образцом не дошедшей до наших дней технологии. Ученые также выдвигают теории относительно магнитного происхождения необычных узоров, по аналогии с природой образования снежинок, которые имеют отдаленно напоминающий геометрический рисунок. Некоторые специалисты в области астрономии, уфологии и непознанного склоняются к версии инопланетного происхождения изображения на камне. Теория о том, что в создании этого нерукотворного шедевра принимали участие внеземные цивилизации, пользуется большим спросом. То, что вафельный камень является якобы результатом применения древних технологий, вызывает действительно неподдельный интерес. Если исключить естественную теорию, то может возникнуть вопрос, с какой целью было создано это творение. На Шри-Ланке есть примечательная гора Данигала. Выделяется она странной формой. Гора имеет совершенно плоскую верхушку и выглядит как пень. Но не это самое интересное. Эту гору местные жители называют горой пришельцев. Кстати, подобная плоская гора есть не только на Шри-Ланке. Похожая скала находится в США и носит название Башни Дьявола. Но самое удивительное это то, что гора Данигала известна еще из древних индийских эпосов. Она значится ни больше ни меньше, как аэродром или космодром короля демонов Раваны. Именно здесь находились его летательные аппараты. Это место действительно примечательное, ведь плоское широкое плато на вершине дает неограниченный простор для взлетов и маневров. Но кроме субъективного доказательства, эта гора долгое время скрывала еще одну тайну. Недавно в пещере этой горы ученые обнаружили примечательные петрографы. Кроме изображений, которые можно идентифицировать как животных, растения и людей, на стенах пещеры сделаны насечки, напоминающие рунические символы. Их можно было бы посчитать каким-то хаотичным рисунком, если бы подобные символы не были бы обнаружены за тысячи километров от этого места в пещере Эдакал в Индии. Впервые петроглифы в пещере уникальной горы были открыты еще в XIX веке. Находку описал британский офицер Фосит, а затем о ней в силу разных обстоятельств забыли. Теперь же экспедиция экзогеологов и астробиологов практически заново открывает их и добавляет новые находки. Круговая скала горы Данигала уникальна сама по себе, как геологическое образование. Огромный научный интерес представляют и территории вокруг нее, где найдены стоянки человека эпохи неолита. Ученые датируют их возраст 125 тысячами лет. Но возможно, что будут найдены и более древние, так как по последним оценкам первые люди прибыли сюда еще 300 тысяч лет назад. Петроглифы горы пришельцев, датированные примерно 5000 годом до нашей эры, встают в длинный ряд загадок, которые еще только предстоит разгадать.